Музыка Мы специально приехали для изучения опыта вашей области по агрармным распискам. Агрармная расписка на сегодняшний день очень интересная тема для нас. Мы это давно изучали. Мы знаем, что в Украине агрармные расписки 4 года назад ввели. И первая область, это ваша область была, потом еще 3 области добавились. И сейчас по всей стране это практикуется. Поэтому мы приехали именно в вашу область. Мы сегодня, наверное, в Украине номер один по аграрным распискам. Начинали мы, как всегда, сложно. Для того, чтобы убедить агрария перейти на аграрные расписки, нам потребовалось год. Потому что много факторов влияли на работу этого направления. И в первую очередь у аграрии был один момент, связанный с доверием или недоверием данного проекта. Это залог, которым является земля. Потому что для них земля это самое ценное, что может быть у аграрии. Этот вопрос мы решили. И буквально через год у нас темпы роста привлечения денег по программе расписок уменьшатся в 2 раза в 10. В 18 раз. В 2014 году проект начался в Украине, в Шпалтарской области. Да, действительно было очень сложно. И, как сказал Валерий Анатольевич, наибольшее, чего боялись фермеры, это что это один из инструментов отнять землю. Ответственность того, что в нашей области не тратился проект впервые, очень много было не решено вопросов на уровне государства, связанных с банковскими инструкциями, связанных с налоговой, связанных с юстицией. Поэтому практически на нас отрабатывались все эти моменты. И за год внедрения аграрных расписок в области практически на государственном уровне все эти вопросы были отработаны. Сейчас у нас так особо поддерживающих эту тему в нашей стране пока еще нет. Хотя Министерство сельского хозяйства уже об этом заявило, что мы будем вводить эту систему. Со стороны парламента мы поддерживаем. Поэтому и хотели приехать, чтобы на месте ознакомиться. Если мы сегодня пойдем по... Субтитры подогнал «Симон»!